Здравствуйте! В эфире рубрика «Наша природа» и я, ее ведущая, Наталья Торнгрест. Наша цивилизация оказывает влияние на все живое. В результате промышленной деятельности страдают водные биоресурсы, загрязняется воздух. В некоторых местах проблема приобрела уже угрожающие размеры. И сейчас надо спасать природу. Иначе и нам тоже негде и не с кем будет жить. Благодворительный фонд «Возрождение природы» реализует проекты по сохранению биоразнообразия России, занимается экопросвещением. Мы помогаем заповедным территориям сохранять и возрождать редкие виды животных. Переведя любую сумму по этому QR-коду, вы сделаете наш мир чуть-чуть лучше. Нам станет легче дышать, и всего живого, с кем мы делим нашу планету, станет больше. Сейчас кто только не занимается охраной природы. Это экологи, юристы, финансисты, лесники и люди многих других специальностей. Пора заняться созданием отдельной специальности высшего образования – природоохранной. У нас в гостях Людмила Поплавская, руководитель проектного офиса федерального проекта сохранения биоразнообразия и экотуризма. Доброе утро, Людмила Георгиевна. Доброе утро. Что это за специальность? Сейчас в рамках федерального проекта мы занимаемся разработкой специальности, которая будет называться «Специалист заповедного дела». Она будет в себе объединять экологию, охрану лесов, охрану природных комплексов, биологию, зоологию. Будет комплексная специальность для тех людей, которые работают непосредственно на заповедных территориях, на особо охраняемых природных территориях, национальных парках, заповедниках, заказниках, как федерального, так и регионального и местного значения. Очень надеемся, что специальность появится уже в ближайшее время в наших некоторых вузах. И со следующего года или с 2026 года мы начнем обучать первых специалистов. По этой специальности можно будет получить дополнительное высшее образование для тех, кто уже работает на особо охраняемых природных территориях. А какие предметы и в каком объеме планируется изучать? Нужно будет обучаться в течение 4-5, можно, или 6 лет. То есть бакалавриат, аспирантура. Будут такие предметы изучаться, как экология, биология, геология, гидрология, охрана природы, биоразнообразие. То есть все это вместе как раз и будет давать нам специалистов заповедного дела. Это специальность не только для вузов, но и для аспирантур. То есть мы уже скоро получим первых ученых по природоохране? Я очень на это надеюсь. И мы действительно получим таких специалистов, которые закончат аспирантуру, смогут защититься, защитить свои кандидатские, будущие, может быть, даже докторские диссертации по специалитету заповедное дело. И первые такие специалисты могут появиться спустя где-то 5-6 лет после того, как стандарт профессии заповедного дела будет принят. Есть ли природоохранная научная специальность в мире? И какие открытия есть в этой сфере? Да, мы даже разрабатывая стандарт, профессиональный стандарт заповедного дела, опирались на многомировой опыт. Потому что и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии обучают таких специалистов, которые потом работают на особо охране в природных территориях. Конечно, эти территории называются в разных странах по-разному. У нас в основном это национальные парки, заповедники, заказники, природные парки, ботанические, дендрологические сады. При таком разнообразии, конечно, на наших территориях работают очень много научных сотрудников, научных работников, которые занимаются каким-либо узким развитием по своей специальности. Которые изучают определенные виды растений, животных, природных ландшафтов. И делают на этой основе очень много открытий. Я считаю, что на наших особо охране в природных территориях работает достаточно большое количество научных сотрудников, которые занимаются интересным научным делом и могут произвести еще не одно научное открытие на этих территориях. Спасибо. У нас в гостях была Людмила Поплавская, руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и экотуризма». Благотворительный фонд «Возрождение природы» ведет проекты по сохранению дикого северного оленя, русского выкуполя, соколообразного, белого медведя, лошади приживальского, зубра европейского, амурского тигра, снежного барса, дальневосточного и преднеазиатского леопарда, белого журавля, двух видов китов и других животных. Какому животному хотели бы помочь вы? Присоединяйтесь к нашим проектам. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в утренней программе «Настроение». Берегите природу!